Трамвай 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 Мы расскажем правду вам, а не анекдот Петер без водителя, трамвай-автопилот Прогнозируют, что вот уже во второй половине 2030-х годов наряду с людьми на Олимпиаде будут соревноваться роботы. Поэтому возглавить судейство трамвайного конкурса мы сегодня пригласили олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навка. Председатель жюри первого в истории соревнования между трамваем-роботом с искусственным интеллектом и лучшим вагоновожатым Петербурга. Давайте приветствовать нашу гостю. Сегодня мы приветствуем участников первого в мире импровизированного соревнования между асами электротранспорта России и трамваем-роботом с искусственным интеллектом. Желаю всем участникам соревнований легкой дороги, а искусственному интеллекту, то бишь водителю, отсутствие багов в системах управления. В добрый путь! Поехали! Спасибо! Я приглашаю на эту сцену ответственного старшей делегации из детского лагеря «Зорница» Илью Шостаков. Ваши несмолкаемые! Знаете, как тяжело стоять перед такой взрослой аудиторией. Можно и еще пошуметь. Здравствуйте! Я приехал из детского лагеря «Долзорница» со своими напарниками, чтобы вас, взрослых, судить, чтобы посмотреть трамвайчики, большие трамвайчики на пульте управления. Как вы это называете? Искусственный интеллект. Это событие равнозначно – полеты у человека в космос, либо погружение на какие-то большие глубины морские. Потому что такого не было никогда. Безусловно, искусственный интеллект соревновался с людьми много раз в разных направлениях. Но чтобы это было на трамвае, чтобы это было в Санкт-Петербурге, такого не было никогда. Интересный факт. У Ольги Усковой отец был одним из лидеров в разработках искусственного интеллекта в советское время. Эта тематика появилась отнюдь не сейчас, конечно. И была автором шахматной программы «Каиса», которая в 70-е, по-моему, Ольга, выиграла чемпионат мира по шахматам среди машин. Машина сделала вход. Давайте его посмотрим. Хорошо. Обыграв американцев, японцев всех. Так что все не пустое дело, все на хорошей, удобренной почве. Но я желаю удачи сегодня тем, кто технари, которые суетятся вокруг этой машины, и тоже так же, как я, сейчас волнуются. Сегодня день дружбы роботов и людей. И давайте запомним это как день солидарности и образования нового робототехнического общества. И сегодня это день любви к Петербургу. Я здесь поддерживаю Татьяну Навко, потому что действительно вот это все мы посвящаем этому прекрасному, любимому городу, Петербургу. Петербург – город революций, и сегодня здесь происходит одна из главнейших мировых революций. Революция в робототехнике. Спасибо. Ольга Анатольевна Ускова. Против человека играет искусственный интеллект. Мы можем начинать. Анастасия, которая уступает место невидимому искусственному интеллекту. Система включена. Впереди запрещающий. Снежное торможение. Паре включены. Глины заблокированы. Готовим к выполнению упражнения. Впереди автоматка. Снежное торможение. Грязно. Становка уница «Шаврова». Унице «Шаврова». Осторожно, двери закрываются. Назад. Вынегаченно. Служебное промажение 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 Я хочу обратить ваше внимание на следующее Вот мы с удовольствием Со смехом С прибаутками и даже с такими Пограничными шутками там про Кикельбан Говорили об этом Но вот я прошу сюда выйти Павла Сергеевича Полякова Хочу, Паш, пожать руку Можественную, поверьте мне До этого мероприятия он не был седым И Кослея Викторовича Шостака Понимаете, обращаю ваше внимание Профессионалов и корреспондентов Смех, веселые прибаутки Но Этот человек встал на пути Главный инженер предприятия Большой начальник С кабинетом, секретарем И даже уже начал животик расти Он встал на пути Смело, абсолютно Отдавая себе отчет О надежности этих систем А я хочу обратить ваше внимание на другое Илюша, иди-ка сюда Он не просто встал на пути А он это сделал при сыне Ого Вы себе так на секундочку задумаете Что вы берете на глазах своих детей И встаете под несущийся поезд А мы тут ржем На кабине Ребят, все было по-настоящему Игрушка была не приклеена И не глицерин В ней была вода Все было по-настоящему И слава богу И слава нам Все получилось Спасибо большое, мужики Спасибо Анастасия Я знаю, вы сегодня тоже не одна Идите к нам сюда Мы еще раз вам тоже похлопаем Анастасия сегодня болела И поддерживала тоже сын Кирилл Кирилл, идите к нам сюда Кирилл участник Он финалист Российского детского фестиваля Транспорт Будущее Создавал картинки И истории О том, каким должен быть Петербург И мне кажется, будет очень символично Если вот эти очаровательные перчатки Как символ процветающего будущего Вы передадите Так скажем, как в Турновой династии Своему сыну Пускай они останутся на память Об этом дне Дорогие зорничники Кирилл, Илья Все-все-все, кто сегодня здесь собрались Вы есть наше будущее А будущее за Электрическим транспортом Когда может произойти Трансформация Профессии Ну, это же постепенная вещь У вас когда пленка исчезла из видеокамер Точно можно сказать Значит Или когда вы перешли на цифру в аудиозапись Когда микрофон потерял шнур питания Это постепенно будет происходить В ближайшие там 3-5 лет Я думаю, что это достаточно активный период Назрело уже, назрело Ольга Анатольевна, наверное, вопрос теперь к вам Два глаза мы видим Над водительским местом Расскажите, пожалуйста, как они вообще действуют И как они функционируют И вообще какие функции Может быть, мы не все увидели? Ну, вы, конечно, не все увидели То есть, эта система настолько многофункциональная Что мы с Денисом Юрьевичем Люди, в общем-то, очень толерантные И это часа на три вас сажать Чтобы посмотреть весь набор функционала Который был реализован Совместно с разработчиками ГЭТА Для того, чтобы это все вот сейчас ездило Уже на улицах Это действительно Я насчитала, честно говоря, 87 подсистем Которые у нас внутри трутся Я не люблю вот эти все там первые в мире Но есть, действительно, первые в мире Потому что у нас есть практика Еще там в нескольких странах В частности Начинали мы все У нас заказ был от Шанхая То есть, первый заказ пришел от Шанхая И там сейчас ездит порядка 50 трамваев Вот с русскими мозгами Но все заказы, которые приходили из Шанхая Из Китая, из Японии и так далее Это все поднятые над землей Выделенные линии То есть, это трамвай, который идет на поднятой линии У него не возникает в бытовом случае Там ситуация, когда кто-то прилег на путях поспать Там, значит, или пошел справить малую нужду Или там, как бы, решил перейти дорогу через трамвай Там, в таком отключенном состоянии Не возникает вот этого перекрестка Когда не видно рельс там Когда вы шеи с машин решили, что они вот так поедут Там никаких правил не соблюдается То есть, это выделенная история То, что тот эксперимент, который произошел в Петербурге Это самые сложные системы Life critical зоны искусственного интеллекта Которые сейчас существуют в мире Потому что, с одной стороны Ну, как бы, это цена жизни Человеческой жизни А с другой стороны Ну, это абсолютная, как бы, работа в чистом поле Без какой-либо поддержки со стороны умного города Ну, то есть, умных светофоров нет И так далее, и так далее Я хочу объяснить Это мы не потому, что мы такие вот Не хотим этих умных светофоров Мы хотим Но это деньги И во всем мире это большие деньги Вот для того, чтобы там концепция Когда вот весь город надо повесить Там везде повесить датчики И они будут сигнализировать трамвай О том, что там о свете и так далее Это прекрасно Это мечта математика Но это недостижимо в экономическом плане И то, что удалось Благодаря именно русским математикам Русским инженерам Русским конструкторам Делать вот это чудо Но это как бы сейчас Транслируется Вот это сегодняшнее наше мероприятие Транслируется еще в 7 стран Мы посмотрим Какая будет реакция на выходе Но они подключены к трансляции И они пишут Потому что для них Для всех это действительно Как полет Ну, там как бы Изменение Изменение статуса И второй, наверное, вопрос Очень важный Мы только что это обсуждали сейчас С коллегой Город собирает уникальную базу данных Вы должны понимать Что искусственный интеллект Он учится так же, как люди Для того, чтобы страна обладала Не только для задач Непотребственного транспорта А вообще для того, чтобы страна обладала Разными технологиями искусственного интеллекта Чем больше часов на езде Чем умнее системы И вот сейчас Благодаря Петербургу Благодаря той смелости Которую Петербург взял на себя Благодаря жителям города Которые каждый день Как бы, грубо говоря Тренируют эти системы Россия обладает Очень высокоразвитым Искусственным интеллектом Который может быть применен В других зонах Где опровергивались Эти такие системы? Какие страны? Ну, кроме Петербурга Только Шанхай Какая рекламация Как меня отзывается? Они ездят Они ездят Ну, Шанхай вообще было Это 18-й год был Мы Шанхай начинали И показывали Денису Юрьевичу Ту разработку Ну, там более слабая разработка Она более легкая Мы там встроены В китайскую систему В качестве Там встроена система Распознавания пешехода Постороннего предмета На путях Мы на это просто смотрели Более широким Да, просто постановка уже Вот эта постановка шла от ГЭТа То есть И она действительно всеобъемлющая А город такой Что дал нам тренинг Просто по всем направлениям Какова позиция вашей системы В мировом масштабе? Ну, она лидирует И Ну, мы По трамваям Нас никто не тестил Потому что Некому Потому что таких Ну, аналогов По большому счету нет То, что идет у Китая Это, ну, выделенные линии Они подняты над землей А вот по Ну, часть этих технологий Стоит в Агро И там у нас Как бы мы входим В тройку Лидирующих Worldwide И про это есть Наш пресс-служба Вам скинет Есть эти самые Сертификаты То есть Последний Последний сертификат Был Январем 23-го года О том, что мы там Являемся лидирующими В этом смысле Я просто хочу сказать Что сейчас Когда и мирная И военная история Это в первую очередь История экономик И технологий Наличие вот такой Практики И таких результатов Это действительно Подвиг города